Всем привет! Сегодня хочу показать вам собеседование, на котором я задал парочку экспериментальных вопросов. Каких именно, вы узнаете, досмотрев это видео до конца. Приятного просмотра! Ставьте лайки! Делитесь этим роликом в соцсетях! Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений! И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не были подписаны. Впереди много интересного! Хорошо, скажите, пожалуйста, почему вы ходите? Ну, это немного личная проблема нашего генерального директора. Он поехал на рыбалку, в общем, в какую-то горную речку в Краснодарском крае. Он там ловил форель. Что-то случилось. В общем, он начал тонуть. Поздно спохватились его партнеры. Он уже несколько минут находился в воде. И, в общем, у него произошло отмирание мозга из-за кислородного голодания. Он превратился в овоща, в дурачка, и компанией больше не занимается. А сейчас занимается его жена и дети. Они компанию, грубо говоря, разваливают. И я, как человек, можно сказать, второе лицо в компании, так получилось. Я как-то дорос до этого. У нас начальник отдела продаж, мы эту должность так и не ввели. Но как второму старшему менеджеру по продажам, второму человеку в компании, мне очень ситуация, которая происходит сейчас в компании, не нравится. И, соответственно, я думаю оттуда уходить. А на сегодняшний момент в этой компании вы официально оформлены? Конечно. Официально, да? Я вас поняла. Что хотите найти, Егор? В смысле? Какую работу для вас будет комфортно по продажам? Ну, по вашему мнению. Работа, где мне будут ставить долгосрочные задачи, не отвлекать слишком много какими-то краткосрочными отчетами, ежедневными, ежечасными, ежеминутными отчетами. Как-то так. То есть работа, где мне работодатель ставит задачу и дает понять, к чему компания хочет прийти. А я со своей стороны, как достаточно опытный специалист, я уже в продаже почти 9 лет, я непосредственно постараюсь в компанию, не постараюсь и приведу компанию к заданному результату. Давайте так. Наша компания называется, это большой кулкинг, компания называется Европролик Групп. Куда входят различные компании, более мелкие, которые, ну, разделение по направлениям. Компания это всероссийская, да, у нас 26 филиалов по территории Российской Федерации, центральный офис у нас находится в Москве. Собственник у нас сидит в Москве, собственник он же и генеральный директор, чтобы вы понимали по структуре, чтобы у нас происходило. Один из наших филиалов это вот ростовский филиал, да, я являюсь здесь директором, коллектив у нас маленький, да, у нас там 4-5 человек находятся в коллективе. На сегодняшний момент мы ищем менеджера активных продаж, то есть мы не ищем клиента, который придет на старую клиентскую базу и на ней будет сидеть. Менеджер в смысле? Да, менеджер, который придет и будет на ней сидеть. Она у нас есть, она у нас работает, она у нас уже достаточно давно мы ее развили сами, да, как бы активными продажами. Нам нужен прирост по новому клиенту. А зона ответственности менеджера, который будет сейчас к нам пришел, это Ростов и Ростовская область. Если у человека будут сумасшедшие амбиции и его амбиции будут подтверждены реальными действиями, то дальше эта зона разрастается на весь Северный Кавказ, кроме Краснодарского края. То есть это Ставрополье и Республика Северного Кавказа. Потому что у нас там есть логистика, это зона нашей ответственности, мы тут как бы захожи, да, как бы находимся. Наша компания занимается продажей все для профессиональной окраски автомобиля. То есть мы можем, мы, наши клиенты, это сервисы, а, сегменты, то есть дилерские станции, у которых есть малярно-кузовная цеха, да, это бэшки, где есть малярно-кузовная цеха, то есть там, где идет окраска автомобиля. И цехские-то гаражники мелкие, которые ребята сидят сами у себя там по дворам что-то готовят. То есть вы и с юрлицами, и с физлицами работаете? Мы работаем полностью, со всеми лицами. Вы обязаны найти, разработать этого клиента в помощь, у вас, у нас есть технолог, то есть который поможет вам внедрить технологию в этот сервис, да. А дальше, когда вы уже уверены 100% в этом сервисе, в этом клиенте, что он у вас готов, вы передаете менеджеру по работе с клиентами, и он уже в автоматическом режиме, да, обзванивает клиентов, собирает заявки, потом доставляет. Не совсем понял, то есть я не менеджер по работе с клиентами? Нет, вы менеджер активных продаж. Вы в программе, по сути дела, не сидите, это не ваша задача. То есть ваша задача найти клиента, обработать его, довести до готовности, чтобы он уже от нас никуда не делся. Ну, естественно, как бы раз там, две недели, раз-три недели в зависимости от клиента, его мониторить дальше, продолжать его развивать. Но дальше вы его передаете менеджеру клиентского отдела, который как бы вот обзвонил, позвонился в заявку. То есть у меня очень-очень узкая специфика, то есть очень узкий спектр задач. То есть вы, как бы, в связи с тем, единственное, что моменты, связанные, скажем так, с бухгалтерией, там вот с этими, как бы, выпиской документов и все. Это у нас Наталья, там раз в неделю смотрит по взаимозачетам, например, если это юрлицо, да, как бы, который, не физлицо, потому что физлицо, она как, часто деньгами работает, получили товар, как бы, отплатили. А если это юрлицо, егор, там клиент не платит, просрочек идет. То есть вы звоните вашему контактному лицу и решаете этот вопрос для того, чтобы не было просроченной задушенности. То есть ваша задача, это, скажем так, 70% вашего рабочего времени, это работа вне офиса. Встречи. Это поездки, встречи. То есть вы сели, наработали, как вот вы говорите, звонками через интернет и так далее. У нас большая клиентская база с два ГИС и всего остального прочего. Вы их отработали, поехали, познакомились, договорились о презентациях, да, как бы, поехали туда с технологом, провели презентацию, сформировали заказ, да, какое-то индивидуальное коммерческое предложение. В течение месяца этого клиента отвели сами по заказам, ну, определяйтесь, когда там тебе звонят, раз в два дня, раз в три дня, да, по заявке, как бы, это. Как вы понимаете, что клиент у вас уже все готов, он уже никуда от вас не денется, ну, вот, как бы, только его нужно будет потом давать информацию про новинки какие-то, да, про какие-то наши маркетинговые мероприятия, да, вы ему передаете в клиентское дело. Все. А перспектива роста, получается, у меня какая-то есть? Региональный, дальше идем. У нас на сегодняшний момент, согласно корпоративным нормам, продают даже уборщицу, ну, это вот у нас такие корпоративные нормы. То есть любой сотрудник, находящийся здесь в офисе, менеджер клиентского отдела, я директор филиала, технолог, у каждого есть своя клиентская база, которая наработанная. И мы с ней работаем, как бы, вот это вот. Вы приходите на свою клиентскую базу, вы ее нарабатываете, да, может быть, вы ее, как сказать, в связи с тем, что у нас давно нету менеджера, ее оптимизируете, актуализируете, да, как бы, то, что было. Вы развиваете, и это ваша становится клиентская база. Вы с ней работаете. Но через месяц я ее отдаю. Вы отдаёте технически на обслуживание. Вы ее не отдаёте по продажам. То есть продажи за вами, как шли, так они идут. Для чего это делается? Потому что на сегодняшний момент, как вот у вас получилось, да, вы насобирали 50 клиентов, да, за месяц. Вам их нужно обработать заказы, проинформировать про новинки, и плюс от вас постоянно будет требоваться пророст новых клиентов. Вы физически не успеете это все делать. И вы через месяц просто выдохнете, скажите, я как белка в колесе делаю, а в итоге ничего, ноль. Поэтому для того, чтобы у вас было развитие, да, ваших продаж и так далее, происходит вот такая технические, как бы, моменты. То есть нашли, отработали, уже этого клиента технически передали девочке, которая выписывает документы и собирает заявки. Пошли дальше. Появились у нас новинки, появилась у нас новая линейка, да, как бы, это. Приехали, провели презентацию устную, если вы уже понимаете, что это, как это, зачем, или взяли с собой технологу, он приехал, показал, сделал. Внедрили новую линейку. Опять начинаем дальше заниматься поиском новых клиентов. Понятно. То есть теперь, у вас этих клиентов никто не забирает, они остаются за вами, и вы их отрабатываете в дальнейшем и тому подобное. Это первый момент, чем вы занимаетесь. Второй момент, я просто услышала ваших, как бы, разговорах. У нас все клиенты, и мы, ну, сейчас мы работали в CRM, да, вот, до 1 сентября мы будем еще работать в CRM. Дальше мы переходим в Bittrex. То есть все отчеты, все ведения клиентов, все переговоры, они должны будут вам относиться в Bittrex. Понимаю, работал с этой системой. Ну, то есть, как бы, понимаете, да? Конечно. То есть, у нас нет такого, что, у нас нету ежедневных, здесь на филиале планерок, совещаний, там, 9 часов вы пришли, и мы начинаем полдня с вами о чем-то расвесюкать. Нет. У меня подходит другой. У нас сбор в офисе в понедельник всех сотрудников. Мы здесь обсуждаем, что нам нужно, как и зачем. И дальше, в связи с тем, что мы все самодостаточные люди, и мы сюда пришли зарабатывать, да, и как бы, и развивать компанию. Дальше идет в том направлении карты сотрудников, которые у него поставлены на неделю, выполнять те задачи. По телефону, да, мы 24 часа в сутки все доступны. То есть, вот мы сейчас, у меня технолог в полях, он позвонил, мне нужна такая цена, что мы можем сделать, да, ну, например. Я, как директор филиала могу этими вещами, как бы, это делать. Я вот в онлайн-режиме сказала, или мы удовлетворили клиента, или мы пошли дальше, мы здесь не проходим. Ну, как бы, вот, по цене. То есть, в таком режиме онлайн мы постоянно работаем. Но в офисе сидеть, мне просто на сайте знакомств, как это оказалось, сидел предыдущий менеджер, мне не нужно. Мне нужна работа. Понимаю вас, абсолютно понимаю, конечно. То есть, понимаете, как бы, вот это вот. Второй момент, вы, ну, вы ездите. И опять, не я за вас строю ваш маршрут по городу. Вот сегодня, Егор, ты поедешь по улице Казахской и по улице Белорусской. Нет. Вы нарабатываете онлайн клиентскую базу. Смотрите, кто с вами готов встретиться. Дальше вы сами, как самодостаточный специалист, выстраиваете оптимальный маршрут. Это потому, что у нас, скажем так, ну, можно и 50 литров, и 100 литров проездить. ГСМ, который у нас оплачивается. А, ГСМ оплачивается. Оплачивается, конечно. ГСМ у нас оплачивается. То есть, то, что у нас оплачивается, чуть позже. То есть, вы оптимизируете свою работу. Или вы уехали на Западный, на Западном тогда уже отрабатываете 2-3 недели, ищите там, да. И вы не ездите Западного в Александровку, ну, как бы, ну, смысл. Вы полдня потратите на дорогу, на время. Здесь тоже это ваш профессионализм, это тоже ваша оптимизация, как вы это делаете. Нужно вам приехать в офис, поработать на компьютере, сделать какие-то прайсы, распечатать, тогда приезжайте, пожалуйста, это не делайте. Все. Я ваши отчеты смотрю. Первоначально то, что вы будете вносить в Bittrex, в CRM, да, в котором мы в базе работаем. То есть, я открыла каждое утро, посмотрела, ага, Егор сделал то-то, 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 то-то. Вопросы у меня такие-то, такие-то, такие. Или нет вопросов нет. В дальнейшем, если все у нас с вами сложится и будет замечательно, я оцениваю сотруднику, нажимая кнопку только продажи. Нажала кнопку продажи, Егор свои планы выполняет по продаже, все замечательно, к Егору вопросов нет. Если Егору планы свои не выполнять, Егору, ну, тогда начинаем выяснять, что у нас происходит. То есть, вот таким макаром я оцениваю сотрудника, потому что, ну, я привыкла работать с профессионалом. Понимаю. Ну, то есть, получается, что, ну, хорошо, если я, допустим, месяц не выполнил план, то, что это увольнение или что? Нет, это не увольнение, ну, как бы у нас, ну, если мы не говорим про испытательный срок, да, то есть испытательный срок закончился, а мы говорим про другой, да, как мы говорим? Да, да, да. То есть, ну, мы ставим людям, человеку определенное время, там, 2-3 месяца, человек, ну, всякое бывает, да, вот у нас, извините, как мы можем оценить, уволить человека, если в 19-м году пришел коронавирус, да, и все продажи встали. Слава Богу, у нас ни одного сотрудника, у нас больше 500 человек по России, ни одного сотрудника за время коронавируса никто не был уволен. Наша компания платила все это время полную заработную плату, без задержек, ни на один день. Поэтому у нас большая, стабильная, хорошая компания. Никаких, там, 12 тысяч минимум или подождите, и так далее, нет. Зарплата, как приходила 2 раза в месяц, так, извините, вот, в течение прошлого года, она так же 2 раза в месяц у нас приходила. Единственное, конечно, да, мы не получали бонусы, ну, как бы это все понимали и знали, почему это не происходит. Ну, потому что, скажем так, не было таких продаж, которые должны были быть, потому что не было выполнения планов, да, как бы, и мы все прекрасно понимали, что неизвестно, что будет дальше. Потому что мы сейчас теперь уже умные, да, а когда мы сели в мае месяце, мы не понимали, насколько нас закрыли, как нас закрыли, да, и, как бы, естественно, есть определенная подушка безопасности, но насколько ее хватит, никто не знал, потому что с таким кризисом никто не сталкивался. Да, был кризис когда-то. Курс взлетал, падал и все остальное. Эти кризисы компания у нас 2014 года. То есть наша компания прошла многие кризисы. И слава богу, устояла, выставила и так далее. И, скажем так, то, что вы говорите, сейчас нововведение американское, год-два посидел, пошел дальше, но у нас попрыгунчиков нету таких здесь компаний. То есть у нас есть люди, которые пришли, работают 12-13 лет, как бы 7 лет в этой компании, потому что компания стабильная, появляется большое количество новых продуктов, новых направлений, и человеку в рамках этой компании есть куда развиваться. Поэтому я вам сразу попытаюсь объяснить, что это за компания наша. Ну это великолепно, я не против. Я, наоборот, на первом месте работы 6 лет пробыл, здесь уже почти 4. То есть я сам не люблю прыгать, я не люблю новые коллективы, я не люблю новые какие-то порядки, все это. Я, как я сказал ранее, в начале, я люблю стратегические задачи, я люблю понимать, к чему мы идем, и, собственно, делать все для этого. Вот, в принципе, абсолютно понимаю. Среди техническая задача, задача, все очень просто. Зарабатываем больше, зарабатываем больше. Ну да. То есть здесь, как бы, где вы это будете продавать? Может быть, вы заведете одного клиента какого-нибудь стратегического предприятия, завода, ну наподобие нашего Росельмаша, да, который будет делать супер вам объемы, а в это время вы будете спать на диване. Ну я вам образно говорю. И получать свою зарплату. Ну да. Если вы скажете, что это нам подходит, то я так и сделаю. Ради бога, как бы, вопросов нету, понимаете. Если вы не сможете этого найти, ну налить 50 клиентов, да, которые вам те же объемы будут делать, да, кубер. То есть это так, как вы будете видеть свое развитие, да, и мы с вами вместе это будем корректировать. То есть да, нет, да, нет, как бы. Вот, как бы, вся ситуация на сегодняшний момент. Понятно. Насколько вам асфера данного бизнеса близка? Насколько вообще вы считаете, вам нужно времени для оптимизма, ну как бы, познания данных материалов? Потому что здесь все-таки технические продажи. Это не горошек продавали. Ну мы тоже не горошек, далеко не горошек продавали. Наверное, наш продукт, он по сравнению, наверное, чем ваш, но я не хочу мериться. Но я думаю, что по принципу Паретта, 20-80, вы наверняка его знаете, я выучу все за максимум месяц, потому что всегда 20% вашего ассортимента дают 80% продаж, а остальные 80% товарных позиций, они дают всего 20% продаж, поэтому их можно потом выучить, а вот эти вот основные нужно выучить сразу. Поэтому я думаю, что, в принципе, я не вижу ничего сложного в вашей сфере. Единственное, наверное, что у вас немного специфика, у вас, наверное, клиенты более, так скажем, дерзкие, резкие, может быть. Вот что я хотела сказать, сразу предупреждаю, то есть это у нас люди не с высоким интеллектом, в большинстве случаев, да, это не интеллектуалы, хотя есть всякие, да, как бы. Это мужики. Ну да. В керзовых сапогах, назовем это, с хорошим русским языком, которые только вот так разговаривают, по-другому они не разговаривают, да. То есть это не вип-клиенты, да. Понимаю. То есть это уровень немножечко вот... Вы своих сотрудников, и в связи с тем, что я буду встречаться со многими незнакомыми людьми, вы своих сотрудников обязываете прививаться? Ну, скажем так, у нас раз, два, три, четыре человека из пяти уже привиты. Одна девочка болеет у нас, все. Но это потому, что вы их заставили или просто потому, что... Нет, по компании у нас не заставляется, у нас рекомендуется. Рекомендуется. Да. То есть у нас нет вот такого, что вот жестко это все, то есть у нас рекомендуется. Рекомендуется, понятно. Вопрос почему? То есть вы привиты, не привиты? Нет, я не категорически против, я просто хотел узнать вашу политику, просто потому что это много дает понять о компании. Если кто-то тоталитарную такую политику вводит и говорит о повсеместном прививании, то, возможно, с такими деспотами, ну, я извиняюсь за выражение, может быть, нам не по пути. Поэтому вы сказали, что вы гибки, я о этой вакцине ничего пока не знаю, я не врач, не специалист, но то, что вы позволяете пока быть непривитым, это потрясающе. Ну, на самом деле, просто у нас высшее руководство, все переболело, и переболело, ну, как, собственник переболел, финансовый директор у нас сделал прививку, да, как бы, собственник переболел тяжело. И, естественно, для него это больная тема, как бы, ну, как бы, он тоже уже не молодой мальчик, да, как бы, от этого вот все. И, естественно, на это реагирует, ну, как-то более остро, да, потому что, ребята, ну, это очень тяжело. И у нас много, у нас 26 филиалов в России, многие люди у нас болели, и болели очень тяжело. Мы не в Ростове, у нас 26 филиалов, сами понимаете, у нас от Москвы до Крыма и туда до Яката, Иркутска и так далее. То есть у нас филиалы по всей России. Поэтому каждый болел по-своему, кто-то бессимптомно, кто-то очень тяжело болел. Понятно. Мы ранее говорили про ГСМ и компенсацию. На сегодняшний момент, что наша компания может предложить на испытательный срок 3 месяца, который может сократиться в зависимости от того, как человек себя проявляет. То есть это не настолько жестко у нас, как бы это все происходит. Окладная часть у вас 35 тысяч минус НДФЛ, сразу предупреждаю. Понимаю. После испытательного срока окладная часть 40 тысяч минус НДФЛ, потому что все официально происходит. И дальше включается ваша мотивационная часть. У кого-то есть 2%, у кого-то есть 5%, у кого-то есть 10%. Именно у менеджера, у каждого менеджера индивидуально? Да. А с чем это связано? Немного нечестно получается? Нет, нечестно. Все зависит от специалиста, как человек себя проявляет, то есть какие у него продажи, что у него делается. То есть у вас, я извиняюсь, что проясняю, получается, что у вас не на товарную позицию какой-то процент, допустим. От вала. От вала. От вала. Вы продали, например, столько-то, а вы с этого что-то получили. И у каждого индивидуальный процент. Да. Я с таким не сталкивался, честно говоря, никогда обычно. Я знаю, допустим, вот от листа бумаги, продал лист бумаги, получил 5%, потому что у него там некая себестоимость есть и какие-то логистические издержки, скажем. Ну, у нас есть средняя наценка по всей нашей группе товара, да, как бы, то есть она выведена по каждому филиалу. Почему я говорю? Потому что у каждого филиала своя есть наценка, которая ретабельная своя, да, в зависимости от региона. Не потому что мы не хотим, например, продавать дороже, а потому что дороже мы будем непродаваемы, да, как бы, есть определенный потолок по цене, как бы, он для определенных групп товаров. Вот. Поэтому в зависимости от филиалов она, как бы, изменяется. То есть где люди продают там с большей маршинальностью, ну, они получают определенный процент. Где-то с меньшей получают такой-то процент. Ну, то есть, грубо говоря, все на ваше усмотрение, по сути. Ну, то есть на усмотрение собственника. Да, собственника. То есть для каждого филиала свое как бы выстраивается. У одного красивые глаза 5%? Нет. И опять еще раз говорю, это не от красивых глаз зависит, это зависит от общей наценки по филиалу. Потому что есть филиалы, которые продают с наценкой 20%, есть филиалы, которые продают с наценкой 50%. Но если у вас есть менеджер здесь, то… Менеджеры на сегодняшний момент, которые у нас сейчас работают, мы все получаем от общей прибыли. То есть у вас будет совсем другая мотивация. То есть ваша мотивация никак не будет связана с нашей мотивацией. Потому что мы уже работаем давно, да, как бы, наша клиентская база, она определенно уже сформирована, продажи у нас сформированы. Мы можем только это расширять за счет увеличения ассортиментов и введения новых линейок. У вас совсем все по-другому, поэтому у вас будет совсем по-другому. Ну да, я просто почему проясняю, чтобы честности добиться и какой-то прозрачности. То есть если будет принято обоюдное согласие о принятии вас на испытательный срок, эта мотивация вам будет четко прописана, вот это стоит вот столько-то, вот это стоит вот столько-то. Чтобы вы понимали, на какой потолок. Потолка в этой компании нет, я говорю сразу. Единственное, существует самый главный понижающий коэффициент, это просроченная задолженность. То есть если ваши клиенты на конец месяца не закрыли свои обязательства по оплатам, то ваша заработная, заработали вы там 20-30 тысяч умножается на 0,9 на снижающий коэффициент. У вас такого менеджера, на должность которого я иду, у вас сейчас нет? Ну хотя бы вот на нынешнем месте у нас длинные проектные продажи, ну в среднем по году, если учитывать бонусы квартальные, годовые, то получается 70-80 тысяч рублей. У вас на такую сумму могу рассчитывать? Ну просто тогда 70-80 сейчас, я не могу вам сказать, что первоначально вы можете через 3 месяца получать как бы на сегодняшний момент. В среднем 1050-60 вы будете получать первые, скажем так, 4-5-6 месяц. А на испытательного срока 30 тысяч? 35. 35-15%. Ну да, 30 тысяч. Понятно. Понятно. И такой щепетильный момент. Ну я извиняюсь, что я в конце, мы просто заговорились, интересно так. Там у вас в анкете есть вопрос про судимость. Я хотел сказать, что у меня есть судимость, она погашена, это в 2012 году было, то есть как это повлияет? Ну я не знаю, давайте напишем, за что оно у вас и потом… 228 статья. 2012? Да. 200? 28. Это что? Наркотики. Наркотики. Это сильно влияет или не влияет или как? Это не ко мне, это к службе безопасности, поэтому. А что было, продавали или употребляли? Нет, ну если я скажу, что подкинули, вы же мне не поверите. Ну понятно. Ну поэтому я и не буду даже говорить. Вы сами ростовские? Да. Проживаете один или с родителями? Один. Снимаете ваше сожжение? Снимаю. Снимаете, да? Планируете что-то приобретать? Откладываю, да, вот жду, когда вот этот бум пройдет, все ипотечники, которые набрали себе ипотеки, они принутся продавать это жилье, это недвижимость, и я, так сказать, задешево куплю. А вы надеетесь, что все-таки задешево можно купить? Я не надеюсь, я знаю. Если ваша кандидатура как бы будет первоначально одобрена, с вами тогда будет звонок у вас из Москвы, то есть не пугайтесь, с московского номера, отдел персонала с вами пообщается. После этого собеседования как бы будет принято решение, или мы вас берем, или нет. Понял вас. Хорошо. Спасибо. До свидания. Да, слушала. Хотела сказать просто, что получил приглашение от компании из своей сферы, соответственно, ну, мы договаривались с вами созвониться, если что. Ваше предложение, ну, и мне больше не актуально. Я услышала, да. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.